Здравствуйте! Сегодня очень много людей следуют за своими мыслями, читают Библию, и не стараются узнать сердце Бога, который написал о Библии. Духовная жизнь людей, которые сегодня верят в Иисуса, сосредоточены на своих делах. Они считают, что если они будут хорошо молиться, жертвовать или что-то делать для Бога, тогда они получают благословение. Однако это мысли тех людей, которые совсем не знают Библию. Центром 66 книг Библии является Иисус. Иисус пришел, чтобы освободить нас от греха, поскольку мы не можем этого сделать. Иными словами, не мы что-то делаем для Бога. Господь, Бог, должен трудиться за нас. Но большинство людей считают, что если я буду делать то, другое, третье, тогда у меня будет хорошая вера. Сердце человека совсем не знает сердце Бога. Был человек по имени Рамих. Он родил сына. Первый сын. Он был отцом пастущих сквотов. Второй сын. Он стал отцом всех, кто играет на музыкальных инструментах. Третий сын. Он начал делать оружие из меди и железа. Эта история показывает, что Иисус просто оставит жизнь человека. Оно ясно показывает, как наше сердце человека идет потихоньку. Среди сыновей этого человека. Почему же первенец, он занимался скотоводством. Родители становятся пожилыми. Братья растут. И он должен был решить вопрос пищи. Если мы сможем поймать пару коров, из кожи коров мы сможем сделать палату. Мы сможем целить шатры, чтобы наши братья, которые вырастают, они могли жить отдельно. Если забрать побольше молока, сможем сделать сыр. Если поймать немножко больше барашек, можно сделать хорошую одежду, чтобы пережить зиму. По этой причине, чем занимался старший сын? Он начал заниматься скотоводством. Второй сын? Он стал отцом всех играющих на гуслях и музыкальных инструментов. Старший брат занимается скотоводством. Но если бы не хватало бы пищи, то, конечно, нет времени играть на гуслях или музыкальных инструментах. Дорогие, вы должны помнить. Хор Грачиас. Они хорошо поют. Но есть то, что они еще хорошо умеют делать. Они очень много едят. Каждый день они поют. По этой причине у них очень хорошо переваривается пища. И они всегда голодные. Когда Хор Грачиас посещает ресторан «Шведский стол», после визита Хора Грачиас, там ничего не остается. Потому что они очень хорошо едят. Ни у кого из членов Хора Грачиас нет проблем с перевариванием пищи. Даже если у них проблемы с желудком. После визита Хор Грачиас, они не просто едят. Они всем смотрят по старелкам и думают, надо это попробовать, то попробовать. Они очень хорошо едят. Поэтому, даже если это не очень хорошая еда, они все равно едят хорошо. У кого нет аппетита, нужно войти в Хор Грачиас. Сразу появится аппетит. Проблема в том, что они не смогут успевать за уровнем музыки. В нашей жизни всегда есть пути и есть способы. Мы часто думаем, «Я хорошо знаю Библию». Или «Я хорошо веду духовную жизнь». «Я хорошо служу Богу». Когда мы погружаемся в свои мысли, читая Библию, мы знаем историю, которая есть в Библии. Однако не знает сердца Господа Бога, который написал ту или иную историю. Что же Господь Бог сделал для нас? Что же Он хотел от нас? Бог ведь любит нас. У меня в США живут четыре внука. Один внук от моей дочери и три внука от моего сына. Что я буду требовать от них, скажите? «Ой, дедушка, мы накупим деньги, чтобы купить тебе машину». Знаете, мне от церкви купили очень хорошую машину. Я посчитал. Допустим, я еще спрошу где-то 20 лет. Да, лицо будет меняться. А вы думаете, что я не смогу прожить 20 лет? Да, может быть, это смешно. Но я смогу на этой машине, которая у меня есть, проехать 20 лет еще. Она очень хорошая машина. Разве я хочу, чтобы мои внуки купили мне машину? Я ни разу от них не требовал подобного. Вы думаете, я жду от них хороших подарков? Я ни разу не просил у них подарков. Просто быть внуком моим является для меня подарком. Самый младший внук... У него есть прозвище... VIP. А что это значит? Поросенок. Он очень красивый. Для меня просто быть внуком есть радость. То, что они являются моим внуком, является для меня поводом для радости. То, что они мои внуки, они являются для меня поводом для счастья. Вчера вечером я ложился спать. Мне кажется, в Америке нет хороших технологий. Включили кондиционер. Но звук кондиционера был настолько громким, в Корее же совсем не слышно кондиционера. В Корее, если включить кондиционер, ничего не слышно. Но вчера я не мог уснуть. Поэтому я выключил кондиционер. Потом я проснулся ночью. Вижу, что нет ни одного внука. Им было жарко. И все убежали. Рано утром кто-то был в туалете. Я спросил, кто там? Это была моя внучка. Я сказал, скажите своим братьям, чтобы они пришли ко мне в комнату. И они пришли в мою комнату. Я включил кондиционер. Но не знаю, почему так громко работает кондиционер. Ребята привыкли, потому что они всю жизнь жили с таким кондиционером. А в Корее кондиционер работает настолько тихо, что даже не заметишь, оно работает или не работает. Но учитывая то, что такие кондиционеры громко продаются в США, это доказательство, что у американцев очень хорошее сердце. Крицы бы сразу же позвонили и начали бы жаловаться, говоря, что невозможно спать. Но жители в США, они такие добрые. Может быть, у них высокий русский, поэтому они такие добрые. Но они добрые. Когда мы читаем Библию, большинство людей смотрят через свое сердце и своим сердцем читают Библию. Я работаю пастора. И я верю, что Господь Бог сотворил меня. Пока я вел духовную жизнь, все мои попытки человеческие закончились с провала. Не было ни одного, которого было бы хорошо в моей жизни. И это не получилось, и то не получилось, и третье не получилось. Все не получалось. Сначала я не думал, что я такой плохой. Вы, конечно, простите, но я считал, что я неплохой парень. Но у меня ничего не получалось. Я понял, что нет никого глупее, чем я. Прежде чем вести духовную жизнь. Бог ясно мне показал одно. Это то, что пока я следовал за своими мыслями, я точно понял, что я погибну. Это было, когда мне было 19 лет. Я понял, что мне нельзя верить в свои мысли. Это пускай будут хорошие мысли, или плохие мысли, хороший я, или некрасивый я. Результатом моей жизни был провал. Я ясно понял, что если я буду следовать за своими мыслями, я потерплю крах. И это дало мне большое благословение через Господа Бога. Наш Бог. Ему не важно, вы десятину много платите, или мало платите. Да, конечно, Богу годна ваша десятина. Но вы верны Ему. Много молитесь. Хорошо проповедуете ли? Да, это хорошо. Это очень хорошо. Однако, если у вас сердце будет иное сердце, не сердце Бога, то это не имеет никакого значения. То, что Бог больше всего хочет, это чтобы вы точно познали сердце Бога. Если вы будете знать сердце Бога, читая одинаковую Библию, оно будет казаться вам совсем иной. вы будете познавать, что Бог хочет от вас, что радует Бога. И для этого нужно освободиться от себя. Нужно освободиться от себя. Я не старался освободиться от своего. Я был очень злым. Я много воровал, я был злым человеком. Поэтому я не мог доверять себя. С того момента я начал доверять Бога. И Бог начал действовать во мне. Пускай это будет одни и тот же человек. Хотя он слушает одни и те же слова. В зависимости, какие у него мысли, реакция будет совсем иной. Послушайте. Бог послал Иисуса на землю. Тогда для чего он послал на землю Иисуса? Он послал, чтобы очистить наш грех. Тогда что должны делать мы? Нам ничего не нужно делать. Надо принять, что Иисус Христос очистил мои грехи. Но сегодня большинство церквей в мире не считают так. Для того, чтобы очистить свой грех, мне ничего не нужно делать. Сто процентов делает Иисус. Он, умирай на кресте, очистил наши грехи. Сегодня многие церкви приходят к церкви и они молятся. Господь, я грешник. Пожалуйста, прости. Эти слова в неф приводят в Иисуса. Я же ради тебя умирал на кресте. Я очистил твой грех. Если ты называешь себя грешником, получается, я что, проводил свою миссию? Я что, не смог очистить твой грех? Ой, мы должны быть скромными, мы должны говорить, что мы грешники. Это ни в коем случае не скромность. Этими словами мы поносим имя Иисуса. Почему? Иисус умирает на кресте за меня. Он не очистил мои грехи, поэтому я остался грешником. Нет? Если Он очистил мои грехи, значит, Он очистил. Вот так мы должны верить. Мы должны верить, что мы оправданы, что мы святы. Да, я кусок греха. Но Иисус очистил все мои грехи на Христе. Я чист. Я свят. Что это значит? Допустим, ребенок накакал. А ребенок говорит, я чист. Я хотя покакал, но я чистый. Это смешно. Нет, я чист. Хотя я много накакал. Поскольку мама помыла меня, поэтому я чистый. Вот так должен говорить ребенок. Очень просто. Я каждый день какал. Но ни разу я не был грязным. Потому что мама каждый раз мыла меня. Я чист. Правильно? Ну, например, я запачкан. Или мама ленивая. То есть она не считает, что это грязное. Это мама виновата. Я был грязным. Но я теперь чист. Почему? Разве ребенок не какает? Ребенок разве не какает? Конечно, какает. Но он чист. Почему? Потому что мама каждый раз моет ребенка. Я сейчас говорю о матери. О, я покакал. Прости, мама. Причем тут прощать? Надо помыть. Люди не верят, что Иисус очистил нас. Слова «я грешник» — это ни в коем случае не скромные слова. Эти слова поносят имя Иисуса. Иисус умирал на кресте за нас. И Он не очистил наши грехи? Это получается, Он провалил свою миссию? Если чуть-чуть подумать, сразу же видно. Люди притворятся, что они скромные. И говорят, ой, Господи, я грешник. Прости меня. Этими словами они поносят имя Иисуса. По плану Божьему. Иисус пошел на крест. И если Он не смог очистить мои грехи, получается, Он провалил свою миссию? Вы представляете, как этими словами мы поносим имя Иисуса? Люди легко обманываются сатаной. Они обманываются, потому что находятся в своих мыслях и читают Библию. Ученые, которые знают Библию, они говорят, что общая тема всей Библии – это Иисус. Имя Иисус означает «спасение Господа». Родишься сына, и наречешься ему имя Иисус, ибо Он спасет народ свой от грехов их. Иисус пришел на землю, и Он был распят на кресте. Он очистил все наши грехи. Во многих местах Бисания. Что говорит нам Исайя? Исайя 44 глава 22 стих. «Изглажу беззакония Твои, как туман, и грехи Твои, как облако». Написано, «Изглажу, обратись ко Мне, ибо Я искупил Тебя». Сначала Он не говорит «обратиться», а сначала Он говорит, что Я изглажу грех Твой. «Грешник не может встать перед Богом». Поэтому Бог говорит «я очистил Твой грех». Поэтому обратись ко Мне. Вот что говорит Библия. Библия говорит, что мы оправданы. Это значит, что у нас нет греха. Разве мы не грешили? Мы все грешили. Но! Иисус все очистил. Иисус не говорит «я очищу только часть греха, а следующую часть очищу в следующий раз». Когда Он умирал на кресте, Он очистил наши грехи навсегда. Самое печальное это то, что хотя многие люди говорят перед Иисусом, что они верят в Иисуса, в то же время они называют себя грешником. Что значит «я грешник»? Это не скромные слова, дорогие. Эти слова означают, что хотя Иисус умер на кресте, Он провалил свою миссию. Поэтому это ни в коем случае не скромные слова. Эти слова поносят имя Иисуса. Однако люди говорят, что они грешники. Их обманывает сатана. То, что больше всего не нравится Иисусу, это слова «я грешник и молюсь именем Иисуса Христа». Иисус не слышит молитву грешника. Он говорит «уходи». Я буду слушать только молитву праведника. Так говорит Библия. Сегодня многие люди, обманутые сатаной, идут в противоположную сторону от слова Библии. Многие люди, они говорят «я заплатил дистину, молился, я отдавал свое время, я трудился». И это угодно Богу, они думают. Но это не угодно Богу. Есть только одно, что радует Бога. Его радует только то, что сделал Иисус. «Ибо это мой возлюбленный Сын, тот, который радует меня, говорит Господь». Почему? Потому что только Иисус освободил нас от греха. Проблема заключается в том, что сатана обманул многих людей. Да. Сатана мудрее вас. Если вы ясно не будете знать слово, 99% людей будут обманываться сатаной. Некоторые люди. Будучи пастором даже. Каждый день со слезами просят, чтобы Бог просил их грехи. Разве это не страшно? Чтобы просить наши грехи, Иисус умер на кресте. И слово говорит, что наши грехи, а мы-то белее снега. Мои беззакония. Иисус сказал, «И сглажу твои, как туман, и грехи твои, как облако». Он говорит, «И сглажу». «Обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя». Библийские ученые говорят так. Основа всей Библии начинает быть «е», является Иисус Христос. И основа Иисуса Христа это то, что Он очистил наши грехи. Он послал Иисуса. Иисус умирал на кресте за нас. И Он получил все наказание за нас. Поэтому мы более не грешники. Если вы посмотрите к Евреям 9 главу, написано, «Но Христос, первозрешение будущих благ, придя с большей совершеннейшей скиненью, нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Написано, «Приобрел вечное искупление». Он не очищает наши грехи каждый раз, когда мы грешим. Он не прощает наши грехи, когда мы исповедуем наши грехи. До нашего рождения Он взял наш грех и навсегда, навсегда Библия говорит, что Он искупил. Да. Вот в чем заключается истина. Мы не можем быть грешниками. Люди, которые называют себя грешником, это люди, которые не верят в крест Иисуса Христа. Сегодня многие люди, хотя ходят в церковь, они не знают ясного слова. Смотрите. Давайте поговорим о субботе. Суббота. Это четвертая заповедь среди десяти заповедей Моисея. Это четвертая заповедь. Что написано в законе? «Помни день субботний, чтобы святить его». Что раб... Что рабыня... Что пришелец в доме твоем? Ничего не должны делать. Вот что говорит закон. Тогда мы должны исполнять субботу же. Да, нам нужно исполнять субботу. Вот так люди думают. Но в Библии... Как я говорю... Есть пара к слову. Смотря только на одну часть, мы не можем понять смысл этого слова. Когда мы смотрим на сторону человека, мы не знаем, он красивый или не красивый. нам нужно ясно и внимательно читать Библию. Тогда мы можем познать сердце Бога. Что же значит суббота? Люди называют субботой, субботой, что здесь... Но послушайте. Библейские ученые... Они говорят, что все 66 книг Библии символизируют Иисуса Христа. Тогда кого же символизирует день субботний? Символизирует Иисуса Христа. Я часто говорил об этом. Посмотрим послание Колоссяна, 2 главу. Что здесь написано? Есть следующее слово в Колоссяна, 2 главе. 16 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Затем, 17 стих. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Это есть тень будущего, а тело... а тело во Христе. Понимаете ли вы значение этого слова? Тело, всего, что есть в Ветхом Завете, есть Иисус Христос. Приносили козленка в жертву за грех. Кого же символизирует Агнец? Символизирует Иисуса Христа. Как Агнец, умирай, очищает наш грех. Это символизирует, что Христос умирает на кресте за нас. В слове говорится, это есть тень будущего, а тело во Христе. В 16 стихе Колоссяна 2 главе говорится, «И суббота есть тень Иисуса Христа. Есть тень Иисуса Христа. Само тело есть Христос». Я хочу спросить у вас, в Библии, слышали ли я о том, что Иисус Христос является Господином Субботы? Вы когда-нибудь слышали об этом? Суббота эта символизирует Иисуса. Суббота символизирует Иисуса? Что вы хотите сказать? Где об этом написано в Библии? Но интересно, есть в Библии. Почему? Написано, «За пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или Новомесяч, или субботу, никто, да, не осуждает вас». Это есть тень будущего, а тело во Христе. Аминь. Что касается субботы, суббота символизирует Иисуса Христа. Кто-то скажет, «Пастор, как эта суббота может быть тенью Иисуса Христа?» Я вам поясню. Суббота. В Иудее начинается новый день с захождения Солнца. Когда в пятницу садится Солнце, наступает суббота. И пока Солнце не сядет в субботу. Правильно? Понимаете это? Так и есть. Так вот, раб, рабыня, сын, или дочь, например, несут какой-то груз. «Ой, как же тяжело! Я устал! Ой, моя спина! Я так устал!» Потом, когда в пятницу Солнце садится, «Ой, посмотрите, наступает суббота!» И когда Солнце спряталось за горизонтом, правильно? Тогда что наступает? Что наступает? Что-что? Скажите кто-то громко. Что происходит, когда Солнце садится? Да, наступает суббота. А когда наступает суббота, снимает весь груз тебя, что раб, что рабыня, кто бы ни был. Знаете, что сказал Иисус? «Все труждающиеся». «Все труждающиеся». Придите ко мне, все труждающиеся и обременённые. «Я успокою вас». Эта суббота символизирует Иисуса Христа. «Это есть тень будущего» от тела во Христе. «То есть настоящий» — это Иисус Христос. «Для того, чтобы описать Иисуса Христа, Бог дал субботу. Подобно тому, как субботу снимает весь груз себя, когда мы встречаем Иисуса, мы снимаем с себя весь груз». Вот что символизирует суббота. Аминь. Аминь. По этой причине, когда наступает суббота, нужно снять с себя весь груз греха. «Когда мы приходим в Иисуса, мы снимаем с себя весь груз свой и приобретаем покой. «Придите ко мне, все труждающиеся и обременённые. Я успокою вас». Тяжело, потому что сумка тяжёлая? Или потому что груз? Или то есть какой-то груз? Нет. Самый тяжёлый груз – это груз греха. Когда Иисус Христос умирал на кресте, поскольку Он взял на Себя весь наш грех, поэтому когда приходит Иисус, мы можем снять с себя бремя греха. Аминь. Аминь. Вот что символизирует. До того, как я познал Колоссяна 2 главу, я не знал, что значит суббота, но когда я читал Колоссяна 2 главу, написано за питьё или за пищу или за какой-нибудь праздник или новомесячие или субботу, никто да не осуждает вас. «Это есть тень будущего, а тело во Христе». Когда приходит Иисус, все труждающие, все обремённые. «Придите ко мне», – говорит Иисус. «Я успокою вас». Если у нас есть бремя греха, этот человек ещё не встретил Иисуса, когда приходит Иисус, он снимает с нас груз греха. И чтобы нас научить этому, Бог создал субботу. Неважно, какой страшный груст на Тебе, в Иисусе мы можем отдыхать. Что значит верить в Иисуса по-настоящему? Не просто жертвовать или молиться много перед Богом. «Господи, спасибо Тебе! У меня было много греха, но Ты умер на кресте, и очистил все мои грехи. И так я стал свят». Именно такое сердце радует Иисуса Христа. Сегодня многие люди не знают этого. Они думают, я принёс десятину. Разве у Бога не хватает денег, что Он радуется нашей десятиной? Нет. Знаете, за что я был благодарен Богу? Я был очень бедным. Но когда я начал заниматься майнд-образованием, начали продаваться книги по майнд-образованию, и начали выдаваться разные книги, и прибыль от продажи книги очень большой. Честно, у меня нет причины, чтобы пользоваться деньгами, потому что во всех вопросах помогает церковь. Но я благодарен в виде, как Бог действует. «Когда мы покупаем молитвенный дом, когда мы покупаем землю, у меня была возможность помочь церквям. И это было сделано Богом». Знаете, что важно? Если мы плохо знаем Библию, сатана нас обманывает. Люди считают важным то, что они сделали. А Бог же считает важным то, что сделал Иисус. Аминь. Дорогие, неважно, что мы сделали, мы не можем сделать лучше, чем Иисус. Какие бы мы старания не приложили нашими стараниями, мы не можем очистить даже грех, подобный коплю. Иисус же на кресте очистил все наши грехи. Поэтому то, что я сделал хорошо, не имеет никакого значения. Чтобы мы получили спасение. Библия написана «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар. «Не от дел, чтобы никто не хвалился». «Чтобы никто не хвалился». «Это не от дел», говорит Писание. «Чтобы получить спасение». «Не нашими делами мы получаем спасение». «Только через крест Иисуса Христа мы получаем наше спасение». «Сотно искусил сегодня многих христиан». Они думают, «Я принес десятину». «Я исполнял заповеди». И думали, из-за этого они получат благословение. «Благословение». Когда приходит суббота, мы снимаем с тебя весь груз. Когда мы приходим к Иисусу, мы можем снять груз греха. Вот что это значит. Но сатана делал, чтобы мы не кровь Иисуса Христа получили прощение грехов, а чтобы своими делами, тем, что я сделал, получали спасение. И сатана видит, чтобы люди старались получить спасение. Но это неправильно перед Богом. То, что очищает наш грех, только кровь Иисуса Христа может очистить наш грех. Когда Иисус Христос на кресте, проливая кровь свою, умер, тогда Он очистил наши грехи совершенным образом. Давайте не будем доверять Себя. Не будем доверять Свои добрые дела. Будем верить в крест Иисуса Христа. День субботний Иисус исцелял больных. Почему? Потому что Он господин субботы больных людей. Он хотел, чтобы они приобрели истинную субботу. Он хочет, чтобы от греха люди получили свободу. Если Иисус не исцелит, люди будут под болезнью. Поэтому Он исцелял всех людей. Он освобождал от болезни. Они говорят, что Иисус нарушил субботу. Нет, суббота — это тень будущего. Оно символизирует Иисуса Христа. Тело Иисус Христос. Когда Он приходит, мы получаем прощение грехов, и мы становимся святыми. Сатана искусил нас. И мы думаем, что если у нас хорошие дела, тогда мы святые. Люди говорили, что Иисус не исполнял субботу. Иисус ведь господин субботы. Какая разница Ему, работать или нет? Иисус! Он исцелял больных. Это работа Иисуса. Казалось бы, Он нарушает субботу. Нет, истинное значение субботы — это когда мы приходим к Иисусу и снимаем с себя груз греха. Снимаем с себя болезни. Получаем свободу. И получаем благословение. И вот что делает Иисус. А люди говорят, я исполняю субботу, поэтому ничего не делают. Потому что Иисус исцелял болезни, говорит, что Он грешник. Нет, дорогие. Сатана очень хитрый и создаёт много динаминации и делает, чтобы все запутались. Знаете, что важно? Верим ли мы в Иисуса? Люди, которые верят в Иисуса, крови Иисуса Христа, они верят, что их грехи прощены. Если мы продолжаем называть себя грешником, Иисус ведь прощает наши грехи. Тогда получается, Иисус сделал ошибку? Это не так. Он совершенным образом очистил наш грех. Он омыл нас белее снега. Он говорит, что мы оправданы. Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. У меня было много греха. Но Иисус, который очистил все мои грехи, если бы у меня остался бы хотя бы один грех, тогда я бы и должен был погибнуть. Если я буду очищать, у меня не получится. Но Иисус очистил. Поэтому Он совершенным образом очистил навсегда все наши грехи. И Бог говорит нам об этом, что мы оправданы, что мы святы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok